Донецк Современный Донецк постепенно превращается в европейский мегаполис. А все ли в нашем городе работает по-европейски? Мы видим, как облагораживаются улицы, на пустырях или на местах старых застроек растут новые современные высотки, торговые и бизнес-центры. Но вряд ли часто задумываемся над тем, куда деваются тонны строительно-монтажных отходов. Хочется верить, что система правильно налажена. Стройматериалы подвозят на стройплощадки, а отходы увозят в специально отведенные для их утилизации места. Но все ли машины доезжают до полигонов? Окраины нашего красивого города приоткрывают завесу тайны – несанкционированные свалки. Почему так стихийно возникают свалки? Тем более, когда существуют специализированные полигоны для захоронения строительных отходов. Что дороже – оплатить услуги за легальное захоронение мусора или выплатить штраф за загрязнение окружающей среды? Все эти вопросы мы задали директору коммунального предприятия «Биосфера Донецка» Александру Писареву. Вопрос – что дороже? На него никто не ответит прямо и от чистого сердца. Ни тот человек, который привозит сюда этот мусор, ни тот человек, который загрузил 300-тонную машину этим мусором, ни руководитель этого предприятия, который дал команду вывезти его именно сюда, ни заказчик того объекта, который был разрушен и потом был вывезен сюда. Никто из них не даст нормального, полноценного ответа. Самый простой ответ, который был, звучал всегда – это удешевление транспортных расходов. Если посчитать, вывезти сюда на свалку, сделав свалку, вывезти сюда мусор, обойдется намного дешевле, чем вывезти его на законно установленные места. Строительные отходы, образовавшиеся в результате строительно-монтажных работ, работ по ремонту зданий, сооружений дорожной инфраструктуры, а также при их сносе по украинскому законодательству необходимо захоронить. Донецкий с этой задачей успешно справляется – Лааринский полигон промышленных и строительных отходов. Но коммунальщики решили пойти дальше и внедрить в систему вторичной переработки. С целью предупреждения и перенакопления строительных отходов, как в черте города, так и на полигонах, Донецким городским советом была приобретена передвижная дробильная установка для переработки строительных отходов. Мощность изробилки 250 тонн в час позволяет переработать строительные отходы разной твердости, как железобетон, так и кирпич, и шлакоблок, асфальтные покрытия, что позволяет нам в последующем получать из ненужных никому отходов довольно-таки востребованный продукт в виде вторичного щебня. Таким образом, КП «Биосфера» выполняет несколько важных задач – очищает город от свалок и обеспечивает товаром предприятия города по приятной цене. При этом сохраняются окружающие среда и ресурсы полигона – вот такой себе круговорот. Отходы не закапывают, а дарят им новую жизнь. Полученный щебень может быть использован на благоустройство улиц, бульваров, скверов. Из перечисленных от предприятий денежных средств за захоронение строя отходов КП «Биосфера» Донецка платит налоги и сборы, в том числе и экологический сбор. Часть денег от этого уходит в бюджет городского экологического фонда и направляется на озеленение Донецка, очистку водоемов и другие природоохранные мероприятия.